Своих не бросаем. Промышленники, меценаты и просто неравнодушные россияне продолжают помогать защитникам Родины. В Ульяновске по поручению губернатора собирают гуманитарные миссии. Недавно отправили внушительных размеров посылку с рюкзаками. В них были вещи для мобилизованных, находящихся в местах боевого слаживания. Бельё, одежда, перчатки, медикаменты и коврики-пенки. Большую часть из набора изготовили местные фабрики. На обновление производственных линий средства поступили из регионального бюджета. Материальные вопросы решаются оперативно. Алексей Русских организовал региональные меры поддержки для военнослужащих. На данный момент помощь от правительства получило почти 4000 мужчин и их семей. Льготы для них также предусмотрены. Это бесплатный проезд в транспорте и детский сад за средства госпюджета. Более 2000 человек получили единовременную выплату на детей и беременных жен. Средства бойцы получают и гуманитарные миссии продолжаются. На этой неделе собрали фуру со всем необходимым. Теплая одежда, термобелье, балаклавы, носки, перчатки сейчас ребятам нужны. Условия на передовой суровые. Погода поворачивает на зиму. Тепловые пушки также скоро отправятся греть наших защитников. Палатки сложили в кузов. Не забыли и о технике. Квадрокоптеры и тепловизоры упакованы. Добрые дела в наше время ценятся особенно. Да, это безумно важно, безусловно. Об этом нужно говорить. Огромное спасибо. Хочется выразить всем тем, кто причастен в такой огромной помощи. Потому что личный состав, ребята, они чувствуют это тепло, поддержку, что они не одни там на передовой. О них заботятся. О них помнят, любят их. Это очень греет. То есть хочется огромное спасибо еще раз выразить всем тем, кто причастен к этому. И хочется еще больше людей призвать. Те же письма от детей. Это очень важно. То есть ребята просто загораются, когда читают эти письма. Бойцам очень помогает фонд «Дари добро». Общественная организация ветеранов РОСА. Все неравнодушные люди. Всем большое спасибо. Все очень вовремя. Все необходимо. Организовали гуманитарную миссию. Активисты благотворительного фонда «Дари добро». Информацию о сборе помощи ранее публиковали в соцсетях. Ульяновцы отреагировали сразу же. Сплотились руководители крупных предприятий и представители банковской сферы. Они обеспечили продукции и проспонсировали акцию. А школьники написали письма для того, чтобы у наших защитников было тепло на душе. Я даже не могу вам сказать, что кто-то нам отказал в помощи. Все откликаются, все по мере своих возможностей делают перечисления. Если перечислить деньги не получается, то они спрашивают у нас актуальную потребность. И мы вместе с ними сообщаем, закупаем все то, что приходит к нам в заявках. В фонд «Дари добро» также обращаются и командиры военных частей, если необходима поддержка. В этот раз гуманитарный транш получился внушительным. К нашим военным отправились фура и грузовик со всем необходимым. Помощь военным и их семьям входит в главные задачи акции «Мы вместе». Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.